Приветствую вас, дорогие мои подписчики, гости канала. Сегодня хочу вам представить онлайн гадание на вопрос, будем ли мы вместе. Это гадание для тех, кто по каким-то причинам разорвал отношения со своим партнером и сейчас жалеет об этом. Или для тех, кто никак не может найти общий контакт, стать ближе друг к другу, но очень хочет быть вместе. Еще хочу сказать, что это общее гадание, несмотря на то, что карту выбирает ваша интуиция, ваша рука. Но вы должны учитывать, что в каждой ситуации есть очень много нюансов, в которых надо очень тщательно разбираться. Итак, вернемся к нашему гаданию. Ваша задача представить себе вашего партнера, задать вопрос, будем ли мы вместе. И выбрать одну карту из девяти. Я очень жду от вас отзывов, что у вас получилось. Жду комментарий. Очередность карты у нас будет следующая. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Итак, выбирайте карту, а я приступаю к трактовке. Первая карта у нас выпала колесо фортуны или колесо судьбы. Колесо фортуны это судьба, непредвиденность, переменчивость и неустойчивость. То есть заканчивается какой-то период в ваших отношениях и наступает новый. Но от вас эти изменения не зависят. Колесо судьбы само решает, как ему крутиться. Захочет, вернет вам партнера обратно и вы будете вместе. А захочет, разведет вас окончательно и возврата уже его к вам не будет. Либо, вернув обратно вам партнера, сделает ваши отношения несовместимыми. И вы сами разорвете их, сами уйдете от партнера. И последний вариант, последнее действие этой карты. Ваши отношения могут остаться в таком же положении, как и сейчас. То есть зависнуть. Вот так вот. Вторая карта. Суд. Перерождение. Карта говорит об изменениях в ваших отношениях. И это неизбежно. Будет все по-другому. Не так, как раньше. Более того, возврат к старому уже невозможен. Так что по этой карте большая вероятность того, что ваш партнер вернется. Но ваши отношения уже не станут такими, как раньше были. Что-то в них кардинально изменится. Либо по инициативе вас, либо партнера, или по обоюдному решению. И эти обновления могут сделать ваш союз крепким и долгосрочным. А могут и окончательно разъединить. Вот такая это карта суд. Третья карта. Башня. Карта неожиданных и непредсказуемых событий. Карта краха и разрушений. Она говорит, что отношения ваши разрушены окончательно. И партнер не вернется. Либо вы неожиданно поймете, что вы выдумали человека этого. Неверно идеализировали его. Что этот партнер совсем не тот, кем вы его считали. И вы почувствуете большое облегчение, что с ним расстались. И ваша история на этом закончится. В редких случаях ваше расставание, разрыв с партнером, это проверка на прочность ваших чувств. И карта в этом случае говорит о тяжелом и мучительном кризисе в ваших отношениях. И неизвестно, чем этот кризис закончится. Миром или окончательным разрывом. Ну, по крайней мере, надеяться в этом случае на быстрое возвращение партнера или восстановление отношений вряд ли целесообразно. Четвертая карта. Верховный жрец. Карта говорит о благоприятном исходе. И символизирует мудрость. Хорошие поступки. И вполне может означать возвращение вашего партнера. Возможно, разум и долг возобладают над вашими чувствами. Ваше расставание могло произойти под влиянием эмоций. Необдуманно. Впоследствии вы поняли, что ошибались в друг друге. Приписали того, чего нет. Что вы по-прежнему любите и не можете жить друг без друга. И этот временный разрыв позволит вам поставить последние точки над ей. Стать друг другу ближе и роднее. Укрепить ваш союз окончательно. Не исключено участие ваших родителей в вашем соединении. Либо старших каких-то родственников. Или друга, который старше вас. Но вообще благоприятная карта. И дает большие надежды на то, что вы будете вместе. Пятая карта у нас выпала звезда. Карта надежд. Она обещает исполнение желаний. Благополучное примирение партнеров. Но не так скоро это произойдет. Возможно, путь к примирению и воссоединению. Ой, как неблизок. И понадобится терпение. И много усилий, чтобы восстановить разорванную вами связь. Разобраться в своих чувствах. А может даже и простить причиненную боль. Поверить в то, что больше подобного не повторится. А пока не форсируйте быстрый возврат. Подумайте. Разберитесь в своих чувствах. Проанализируйте причину разрыва. И реальную необходимость этого возврата. Воссоединение отношений. Нужно ли клеить осколки разбитой вазы. Может новую купить. Но решать вам. Следующая карта у нас выпала. Солнце. Замечательная карта. Думаю, вы уже и по рисунку догадались. Вы будете вместе. Ваши отношения восстановятся. Вообще, солнце это карта счастья. Примирение после ссоры. Воссоединение после разрыва. Ваши усилия по восстановлению разорванного союза уменьшаются успехом. И отношения наполнятся светом любви, взаимопонимания, доверия и радости. Да будет так. Следующая карта у нас императрица. Ну что сказать. Императрица. Она и есть императрица. Очень благоприятная карта. Так что, если с вашей стороны будут предприняты какие-то действия на возвращение своего партнера и укрепление этого союза, то вы вполне можете быть вместе и рассчитывать на успех. И возможно даже в ближайшее время. Как минимум, карта обещает, что в случае даже сильно испорченных отношений, ваш союз начнет налаживаться. А кому-то карта вообще предсказывает брак. Отлично. Не исключено, что в вашем примирении и соединении примет участие какая-то женщина. У вас появится большой шанс быть вместе. Используйте его. Восьмая карта Луна. Карта тяжелых дум, страхов, безысходности. Ну что можно здесь сказать. Пожалуй, хорошего мало. Большая вероятность того, что вы не восстановите отношения. Не будете вместе. По крайней мере в ближайшем будущем. Причинами разрыва вашего союза может быть беспочвенная ревность и обидчивость кого-то из вас. Если это только на внутреннем уровне, то есть причины надуманы вами, то у вас есть шанс совместно разобраться, выяснить причины разлада и исправить все. Тогда вполне вероятно, что вы будете вместе. Карта может говорить о вмешательстве в ваши отношения какой-то женщины. Но не хочет она вашего союза. Не хочет, чтобы вы были вместе по своим каким-то личным мотивам. Но ведь при желании эту преграду можно вполне преодолеть, если постараться. Девятая карта. Смерть. Карта расставания, прощания, конца. Это в большинстве случаев. Нет практически никаких шансов восстановить или вернуть былые отношения. Все основательно разрушено. Или вами обоими, или кем-то из вас. Нет смысла выяснять отношения. Искать пути к соединению. Но есть один нюанс в этой карте. Карта может говорить и об конце какого-то этапа в ваших отношениях. И начале совершенно нового. Если между вами был жесточайший кризис в отношениях. И вам казалось, что невозможно уже что-то исправить. То в этом случае карта обнадеживает. Кризис может закончиться. И отношения восстановятся. Ну а для тех, кто сильно хотел забыть своего партнера. И не видеть его больше никогда. То не исключено окончательное его исчезновение с вашего пути. Что еще? По этой карте любовные отношения могут перейти в дружеские. И согласитесь, это лучше, чем бесконечная ненависть. На этом я заканчиваю свои трактовки выпавших карт. Надеюсь, что ваша интуиция подсказала вам верный выбор. Ну а я желаю вам любви с партнером, который вас любит, обожает, понимает и поддерживает во всем. Будьте счастливы. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok